Он не предсказывает, он прогнозирует возможные изменения или отсутствие. Это Барометр. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире снова программа «Барометр». Я и ее ведущая Елена Соколовская. Сегодня, как всегда, мы поговорим об экономике, об экономических тенденциях, о бизнесе. В нашей студии сегодня будут два гостя. Один из них знакомый вам Станислав Кузнецонов, бизнесмен и владелец компании Best Credit.io. А второй, также не менее знакомый вам, доктор экономических наук, уважаемый Ханон Барабанер. Мы проводим нашу программу в ресторане «Лайв» и благодарим ресторан за участие. Смотрите нас в эфире. Программу поддерживает Best Credit.io. Сейчас напротив меня сидит экономист, член правления Best Credit.io Станислав Кузнецов. Здравствуйте, Станислав. Приветствую, Елена. Снова рада вас видеть в студии. Мы сегодня опять о кредитах, если вы не возражаете. Опять о кредитах? Конечно. Ну, так вы же специалист по кредитам. О кредитах поговорим. Станислав, вот вы, поскольку занимаетесь и кредитами, и при этом имеете экономическое образование, как вы считаете, как бы вы охарактеризовали место и роль кредитования вообще в финансовой сфере? Место и роль в финансовой сфере? Это вопрос мне уже много раз задавали. Ну, повторение мать учения. Повторение мать учения. Не, ну кредит это основное, не основное, а один из мотиваторов, стимуляторов экономики, экономических процессов. То есть временно высвобождающиеся средства направляются в те или иные, перераспределяются в те или иные отрасли экономики. Вот. Тем самым, та или иная отрасль имеет возможность получить, скажем, дополнительные средства в виде заемного капитала и, соответственно, реализовать те или иные планы в жизни. Так, это как-то очень сложновато. Давайте проще. Кому и по какой причине стоит брать кредит, а кому не стоит? Потому что мы же знаем, что кредит это не только, скажем, средство для продвижения экономики, но еще и средство для того, чтобы взялись в яму. Может быть, какой-то там пример простой привести. Ну, смотрите, вот вы бизнесмен-предприниматель, хотите открыть какое-то свое дело, или у вас уже есть идея, есть проект, и бюджет этого проекта составляет, например, 100 евро. А вы готовы туда инвестировать своих 10 евро. Проект стоит 100 евро. То есть 90 евро не хватает. Вы обращаетесь в кредитное учреждение для получения заемного капитала. Вам выделяют еще сколько? 90. 90. Значит, у вас получается все вместе 100 необходимых евро. То есть проект начинает свою работу, свою реализацию. После того, как, естественно, любой проект нужно экономически рассчитывать и так далее. Если этот проект рассчитан на то, что, например, 100 евро вы в него вложили, 90 заемных, 10 своих, и он, например, принесет вам прибыли, предположим, до вычета интересов, это будет 15 евро. И, например, 10 евро из этих вы отдадите как плата за заемный капитал, например, банк, и так далее, и 5 у вас останется, то, по сути, вы получаете 5% прибыли к вложенным средствам в размере 10 евро. То есть это сколько в процентном отношении? Половина. 50%. То есть если вы этот проект реализовали за год, вы заработали 50% годовых. Если вы этот проект реализовали за 2 года, вы заработали 25% годовых. Вот вопрос спрашивается, стоит ли в этой ситуации брать заемный капитал для того, чтобы реализовать проект и заработать 20, 30, 50% годовых в итоге для себя? Поделившись, конечно, за заемный капитал с кредитным учреждением, заплатив за него. Либо стоит взять свои 10 евро и подумать, я ничего не буду делать сейчас, зачем? Подожду-ка я еще лет 5 или 10, может быть, насобираю все 100. В этой ситуации все равно доходность на собственные средства будет меньше. То есть банк дает возможность, как плечо кредитное, заработать, мультиплицировать, грубо говоря, прибыль на вложенный капитал. Тебе понятно. Хорошо. А кому не стоит брать кредит? Не стоит брать кредит, если нет какого-то четкого, конкретного экономического плана. Куда он будет потрачен, зачем и как его возвратить. Влияние кредитования на развитие экономики вы назовете скорее позитивным, чем негативным. У нас же был, я почему спрашиваю, у нас 10 лет назад был, помните, перегрев рынка, когда все вдруг стали неспособны выплачивать свои кредиты. Тогда их слишком небрежно выдавали, слишком много. И, наверное, как раз выдавали не всем, кто может вернуть. Тут вопрос состоит в том, что если есть четко понятная, конкретная цель, какая-то экономическая программа, даже пускай в рамках какого-то маленького предприятия, или речь идет о каком-то большом предприятии, любого масштаба, в том числе и государственного масштаба, то заемные средства могут позволить тому или иному проекту воплотиться в жизнь, жить, быть, существовать. Вы сказали, тогда выдавали небрежно, сейчас выдается по-другому. Следовательно, политика государства в отношении кредитования изменилась. Как вы считаете, что в этом смысле делается правильно в стране, а что нет? Что бы вы поменяли как участник этого бизнеса? Вы сказали, политика государства, что под этим подразумеваете? Ну, финансовая инспекция же закручивает гайки кредитным учреждениям. Нет, ну смотрите, финансовая инспекция регулирует конкретно только потребительское кредитование. То есть взаимоотношение между коммерческими структурами происходит по тем, скажем, рыночным условиям, которые имеют место быть в то или иное время. То есть в данный момент, мы говорим сейчас, есть такие-то условия кредитования, есть конкуренция определенная, есть спрос и предложение. Это основные характеристики для формирования тех или иных условий предоставления кредитов для предприятий. Что касается потребительского кредитования, да, оно регулируется, сделано это для того, чтобы заемщики не попадали в долговую яму. Чтобы кредит, который они берут на потребление, действительно был им по силам. Потому что многие решения у людей, скажем, не особо или недостаточно осведомленных, или даже усведомленных. На эмоциональном. Вот хочу эту вещь сейчас, хочу эту вещь тоже сейчас, и это хочу сейчас, и у меня есть деньги, вроде как, обслуживать этот кредит. И человек в какой-то момент не замечает, что у него уже обязательства такие, которые ему становятся не под силу. В принципе, сейчас вот в отношении частных лиц политика правильная или слишком жесткая? Ну, политика бывает мягкой, политика, да, это такое философское понятие об управлении, оно всегда несет за собой определенные сложности. Любой предприниматель, скажем, который исполняет те или иные нормы и законы, он, естественно, испытывает определенные трудности административного характера, но... Программу поддерживает Бескредит ЕЛИ. Насколько сейчас качественно предприятия используют кредитные деньги, насколько достаточно или, может быть, недостаточно выдаются кредитные деньги предприятиям? Можно ли было выдавать больше? Или, может быть, мы слишком много берем на развитие бизнеса? Потому что очень много говорится о том, что у нас сейчас очередной мыльный пузырь надувается за кредитные деньги, та же недвижимость строится за кредитные деньги, и мы снова, значит, окажемся в 2008 году. Нет, понимаете, можно и много брать кредитов, и можно много создавать проектов. Вопрос, чтобы на эти все конечные продукты имелся бы спрос. Вот. Если его недостаточно, то можно тогда говорить о каком-то, скажем, перегреве, когда предложение превышает, значительно превышает спрос. Вот. Сейчас более-менее политика кредитования более-менее равновесная. В общем-то, основное формирование политики кредитования, основную роль имеют, конечно, скандинавские крупные банки. Они, в общем-то, кредитуют и промышленность, и многие другие серьезные, скажем, в целом можно назвать реальный сектор экономики. Ну и другой бизнес, я не буду сейчас вдаваться в подробности. Что касается мелкого кредитования, то очень сложно оценить, где он перегредитован. Потому что, понятно, если мы видим такой показатель, как банкротство предприятий или неплатежеспособность предприятия, если он увеличивается, нужно тогда искать причину этому. Возможно, там и предприниматели некоторые берут излишние кредиты. То есть, в целом, что касается массовых, больших кредитов, которые, в общем-то, обеспечивают скандинавская финансовая система, то здесь все достаточно находится сейчас в равновесии. А может быть, вы могли бы, ну, из головы, мало ли, вдруг вы помните, назвать примерный процент плохих кредитов сейчас, ну, скажем, кредитов, когда ясно, что их не вернут или возвращают с трудом. Он изменился за последние 10 лет? Он определенно изменился в лучшую сторону. Ну, уровень. Вот тогда и сейчас. Помните? Ну, смотря в каком году. 2008-2018. Ну, 2008-2018, он такой показательный год был. Да. Банкам пришлось списывать прибыль примерно за от одного до трех лет накопленной прибыли. Охотка. Вот. То есть, это говорило о том, что проблемный портфель достигал, там, 15-20% от кредитного портфеля. То есть, с этим показателем сложно сравнивать, а в целом сейчас все-таки кредитная политика и управление рисками в кредитных учреждениях стало гораздо более серьезное, такая, скажем, жесткое. Вот. И поэтому удельный вес проблемных кредитов в портфелях кредитных учреждений, конечно же, имеет тенденцию сейчас пока к снижению. Достаточно находится на взвешенном и минимальном уровне, это где-то порядка, там, до 2%. А, даже так. Вот. Ну, естественно, там есть свои методики расчета, от чего эти 2% берутся и так далее. Я сейчас не буду тратить время в эфире, вот. Но вот такой есть показатель. А я напоминаю, что со мной рядом был Станислав Кузнецов, член правления без кредит ЕВЕ. Мы находимся в ресторане-караоке-клубе «Лайф», находящемся в Таллине по адресу Лай-5. Мы предлагаем здесь большой выбор напитков, широкий выбор блюд и скачанных свежих продуктов. Также мы предлагаем широкий выбор песен. В нашем заведении вы можете хорошо провести время, попить, повеселиться, отметить юбилеи, свадьбы, дни рождения и любые мероприятия. Программу поддерживает Бест-кредит ЕВЕ. Сейчас рядом со мной сидит наверняка всем вам хорошо известный доктор экономических наук, профессор Ханон Зеликович Барабани. Я начну с такого вопроса, скажем, типично женского. Вот что я вычитала. В 2016 году на Международной научно-практической конференции вы сообщили, что изначально преобразование в эстонской экономике, такие как появление собственной валюты, развитого и большого банковского сектора, активное внедрение электронной экономики, были восприняты оптимистично. Но при рассмотрении результатов этих процессов вы констатируете деиндустриализацию экономического сектора. Объясните, что это означает и на каком этапе мы сейчас находимся. Да, но если говорить, давайте начнем, так сказать, просто со слов. Индустрия – это, можно так сказать, промышленность или производительная сфера. Да, индустриализация – это значит, что у нас очень многие отрасли промышленности просто по существу исчезли. Причем первый этап восстановления независимости Эстонии было обращено, и может быть правильно, внимание на формирование банковского сектора, на формирование финансовых институтов. Но при этом, в силу целого ряда причин, и политических, и экономических, та промышленность, которая по существу во многом делала Эстонию достаточно уникальной республикой в составе Советского Союза, она исчезла. Я могу перечислить, буквально, предприятия, о которых знал весь мир. Это завод-двигатель, который работал в рамках трех мировых и международных программ. Это термояд, это космос, это атомная энергетика, завод-машзавод, завод-санцперерабатывающий комбинат в Кохло-Ярве. То есть, сил нет. Буквально стоял вопрос о его тоже закрытии. То есть, промышленный костяк экономики Эстонии по существу в силу разных причин. Причем причины были иногда реальные, а иногда, я бы сказал, они тоже реальные, но идеологические. Эти предприятия работали на Советский Союз, эти предприятия работают на Россию. Но, кстати, в этой же парадигме по существу ведь загубили, почти загубили эстонское сельское хозяйство. Ведь эстонское сельское хозяйство в рамках Советского Союза было самое передовое. Самая высокая производительность труда в сельском хозяйстве была в Эстонии. Эстония по численности населения, это было менее полупроцента по населению, а производила 2,5% сельхозпродукции в Советском Союзе. Но как это работало? Это работало, что в Эстонию завозились очень большое количество кормов, в Эстонии завозилась техника, которая производилась в других местах. То же самое относилось и к промышленности. В Эстонии завозился металл, в Эстонии завозилось сырье для легкой промышленности, которое здесь с очень высоким качеством обрабатывалось. И по существу была одна из самых высокопроизводительных республик Советского Союза. Когда чисто политически сказали, нет, с Россией нам не по пути. И эти предприятия... Сегодня я довольно долго работал, связан был с двигателем, и в последние годы был связан с институтом Майнеров, который находится на территории, где когда-то находился двигатель. Да, там сейчас масса бухгалтерских фирм, масса фирм по обслуживанию, но предприятие, которое, вообще говоря, было одним из уникальнейших не только в Советском Союзе, этого предприятия нет. То есть, вот когда я говорю «деиндустриализация», это значит, что промышленность, индустриализация резко снизила свое участие в экономике страны. И вот сейчас мы начали это ощущать очень остро. И не случайно одним из первых лозунгов, или, так сказать, посылов новой коалиции прозвучало, чётко прозвучало восстановление, правда, на новой основе, модернизированной промышленности. Потому что, так сказать, основа... И ведь что произошло? Так как произошла деиндустриализация, у нас резко стал понижаться уровень профессиональный. Потому что одно дело, как инженеры, работающие на предприятиях, выпускающих самую современную технику, и другое дело, когда, вы знаете, у нас произошел огромный перекос. У нас стали готовить больше всего экономистов и юристов. А инженеров, понимаете... Мне задают вопрос, почему я говорю, а куда они пойдут? И вот этот вопрос сегодня стал вопросом, вообще говоря, выживания в современном мире. Вот это и означает, что мы должны от деиндустриализации перейти к восстановлению современной экономики. На новых основах, с использованием робототехники, с использованием искусственного интеллекта. И, кстати, для этого, для этого, между прочим, вот я слышал предыдущую, так сказать, вашу беседу, для этого очень серьезно надо подумать о вопросах кредитования. Экономист Хейду Витсур заявил, что экономика Эстонии растет гораздо быстрее, чем в ЕС. А с другой стороны, совокупная прибыль сектора предприятий в позапрошлом уже году, в 2016, уменьшилась примерно на 10%. Как это понимать? Вы знаете, вы здесь вообще говоря, именно, я бы сказал так, по незнанию, врезаетесь в очень острую проблему. Проблема, это называется, вот те показатели, которые характеризуют уровень, качество и качественные показатели экономики сегодняшней, насколько они на самом деле показывают. Вот есть сегодня такой ВВП, внутренний валовый продукт. Это показатель, по которому сегодня сравнивают и оценивают успешность или неуспешность экономики. Этот показатель, вообще говоря, далеко не все учитывает. И сегодня, например, на мировом уровне идет разговор о том, что необходим новый синтетический показатель, который будет учитывать 12 показателей, в том числе и уровень жизни, и уровень образования, и уровень передовитости, я бы сказал так, техники, которые производятся. А ВВП, это, я бы сказал, вы знаете, честно говоря, я бы даже сравнил, так, шутку, со средним показателем температуры по госпиталю, в котором есть морг и в котором есть горячечное отделение. Вот, пожалуй, я бы так ответил на это. Но ведь, позвольте, есть люди, которые считают, мы вот говорили сейчас с вами об индустриализации, которые считают, что, в принципе, промышленность не так уж и важна, что можно выехать на обслуживание, на инфотехнологиях, на медицине и прочих услугах. Простите, это вопрос, который очень часто вообще возникает. Вот, когда вы говорите об обслуживании, скажите, пожалуйста, что в вашем понятии обслуживание? Вот если вы приходите в больницу, вас обслуживают, правда? Но там должна быть совершенная техника, иначе вас не обслужат качественно. И то же самое относится и к нашему быту. Вы понимаете, вы сегодня, посмотрите, наверное, у вас есть кофеварка, мельница, ну, и я не буду перечислять, так сказать, это всё промышленность. Когда у кого-то возникла идея, что можно только, так сказать, потребительский сектор обслуживания, эта идея вообще не выдерживает критики. Могут быть отдельные регионы, отдельные регионы, которые квалифицированно занимаются обслуживанием. Скажем, вот, Давос, где только что прошло это, это курортное место. Туда едут отдыхать. Но я не думаю, что можно превратить при этом Швейцария одна из самых промышленно развитых стран, которая может себе позволить в том числе и создать курортные места высшего уровня, высшего класса. Поэтому, когда говорят, можно обойтись без промышленности, это я сразу задаю вопрос. Вы можете обойтись без сапожек, без туфель, без очков? Можете обойтись? Но насколько мы, создавая свою промышленность, сможем не то, что перегнать даже, да, вот те страны, которые на это присутствуют, но и угнаться? У нас же дорогая рабочая сила. Так. Значит, ну, во-первых, так сказать, она не столь дорогая, как тот пытается представить. Это первое. Второе. Вы знаете, на самом деле, либо можно попасть в класс отстающих, и да, это можно превратить нашу страну в маленький, не очень богатый, но достаточно уютный для жизни хутор. Либо мы хотим вписаться в современные тенденции развития экономики, социума, промышленности. И мне представляется, что вся история Эстонии, экономическая, технологическая история Эстонии, говорит о том, что мы пока еще сохраняем возможности попасть в класс, который, вообще говоря, олицетворяет именно будущее. А если в этот класс не входить, значит, мы остаемся в отстающих. Программу поддерживает БЭС Кредит Ели. Как вы видите нашу перспективу, вот даже с нынешней, будем говорить о нынешней коалиции, как вы считаете, с нынешним курсом мы будем в отстающих, или мы все-таки прорвемся в пятерку? Вы знаете, на мой взгляд, я, кстати, не очень давно одну статью писал об этом, что сегодня начинает, ну, прорезаться понимание того, что будущее Эстонии, будущее Эстонии есть только учитывающее те факторы, которые ей даны, а, природой и историей. Значит, пока еще и сегодня средний уровень квалификационной подготовки в Эстонии достаточно высокий. Я бы сказал, что он сравним, по крайней мере, со средним уровнем в Европейском Союзе. У нас имеется целый ряд природных факторов, которые тоже работают на экономику. Это, будем говорить так, у нас даже не все природные ископаемые ведь используются. У нас не используются пока ни фосфориты, ни диктянемовые исландцы, которые все ближе и ближе, потребность в них все больше и больше нарастает. У нас очень, я бы сказал, выгодное геополитическое положение нашей страны. В условиях сложившегося мира, когда есть, ну, как сегодня говорят, Запад и Восток, мы на самом деле находимся вот на этой, так сказать, границе. Исторически, исторически, Эстония всегда по существу осуществляла связь и тенденции, которые возникали как на Западе, так и на Востоке, в Эстонии реализовывались. Вот использование этого геополитического положения, использование квалификационного состава населения дает основания думать, что при правильно построенной экономической политике Эстония может выдержать конкуренцию и оказаться достаточно на высоком месте в мировой, так сказать, иерархии. Программу поддерживает БСКредит Ели. Что нам надо изменить? Что нам надо сделать? Подтянуть? Ну, во-первых, так сказать, нам необходимо довольно серьезно задуматься над модернизацией и восстановлением этого, с этого мы начали, промышленности. А что это значит? Это значит, что необходимо внедрение новых технологий, они основаны на использовании робототехники, искусственного интеллекта, новых технологических направлений, биотехнологий. И для этого в Эстонии есть все основания пока, я подчеркиваю, пока еще даже старый квалификационный состав. Здесь, если мы это направление, эту программу развития примем, то одновременно мы должны подготовить программу подготовки специалистов следующего, так сказать, поколения. А, значит, у нас сегодня имеется возможность для подготовки этого нового отряда, и сегодня пока еще есть специалисты, ну, скажем, более зрелого возраста. Старая школа. Да, старая школа, совершенно точно. Это первое. Второе, что тут я бы сказал, связался с предыдущим, так, в общем, по-видимому, есть необходимость и возможность привлечения и внешнего кредитования. Хотя, правда, у нас находятся в основном все-таки скандинавские банки, это тоже в какой-то степени внешне, но есть и новые методы кредитования. Кстати, вот когда говорят о банковском секторе, мало кто знает и обращает внимание, что есть два направления банковской деятельности. Это иудея христианская и мусульманская. Вот наши банки работают по первой схеме. Когда, так сказать, дают под определенные проценты, вы, получив эти кредиты, реализуете или удачно, или неудачно, но банк как бы здесь по существу никогда не проигрывает. Мусульманская банковская система работает иначе. Я не могу сказать, что я сторонник той или другой, я просто говорю о том, что мусульманская система работает таким образом, что выдавая кредит, банк становится соучастником процесса, на который выданы эти деньги. Правда, он ставит определенные условия религиозного характера и так далее. Мне довольно много пришлось общаться в Казахстане с представителями крупных очень банков, европейских и американских и мусульманских. Так вот, я о чем говорю? Что есть разные схемы кредитования, есть возможности возможности получения кредитов на наиболее перспективные направления развития техники и технологии. И эти возможности, на мой взгляд, недостаточно используются. В нашем эфире вторая часть нашей передачи «Барометр». И здесь наши два эксперта. Это Ханун Барабаннер, доктор экономических наук и профессор и бизнесмен, член правления «Бескредит», экономист Кузнецов. Вот такая, значит, новость пришла к нам о том, что союзная логоплательщика бьет тревогу. Связано это с тем, что налог, подоходный налог с интересов по вкладам. Более ранних накоплений, будет ли он изыматься, и вообще наличие этого налога не принесет ли в такую ситуацию, когда народ вытащит деньги просто из банка, чтобы не платить налог с интересов. Закон обратной силы не имеет, поэтому ничего, что было заработано в прошлые годы, не по сильным трудам, оно, да, облагаться не будет. Если говорим о срочных вкладах, то, возможно, какая-то определенная тенденция и будет. Если бессрочных вкладах, то есть, по сути, в принципе, в ваших всех остатках на счетах, то есть для того, чтобы экономика все равно работала, она завязана сейчас на банковском секторе, перечисления и так далее. Для того, чтобы она работала, нужно, чтобы деньги были в системе, то есть главное, для того, чтобы заплатить за квартиру или кому-то заплатить за покупку завода, то есть все сделки проводятся, в общем-то, через банковскую финансовую систему, наличного оборота очень мало, поэтому все, скажем, бессрочные такие вклады, остатки на счетах, они будут все равно в системе банковской, но там проценты по вкладу практически отсутствуют, они там нулевые или там какие-то сотые процентов, вот, в некоторых банковских системах они уже отрицательные, вот, ну, мы сейчас не про Эстонию говорим, а в целом, да, про Европу, европейскую банковскую систему, поэтому не думаю, что сильная тенденция будет отток средств из банковской системы, но, тем не менее, может быть, те, кто еще и имеют возможность разместить в банках срочные вклады под два-три процента, вот, это, наверное, максимум сейчас, максимальный предел, они, возможно, о чем-то и задумываются, хотя мы сейчас говорим о достаточно незначительных суммах. Ну, всегда ведь на самом деле, вот, сопоставляют, что у меня возьмут и что я получу, вот только и всего, и поэтому, так сказать, человек грамотный, он, так сказать, смотрит, ага, у меня, скажем, у меня срочный вклад, я получаю, так сказать, определенный процент, с меня хотят взять определенную сумму, я все равно, у меня остается что-то, или в минусе, и потом, что, значит, я возьму, значит, надо подумать, а куда их вложить, если я их не буду вкладывать, то даже при очень небольшой инфляции, по существу, у меня уменьшается, так сказать, мой капитал, поэтому это вопрос счета, только и всего. Самый крутой банковский срочный вклад не покроет никогда инфляцию, вот, а если мы говорим о крупных скандинавских банках, то там проценты по вкладам, срочным даже, они измеряются в десятых процентов, то есть, в принципе, там, считать-то особо, к сожалению, нечего, к сожалению, но, опять же, здравый, трезвый расчет, если все-таки какие-то большие вклады, какие-то все-таки значимые проценты, то трезвый расчет покажет реальную ситуацию. То есть, лучше все-таки держать в банке, чем в чулках? Не, ну, в банке безопасно, по той простой причине, что есть гарантийный фонд, который гарантирует вам, если что-то случится с банком, вы деньги свои получите. Даже при банкротстве банка вы получите до определенного роста. 100 тысяч евро вы получите, а вот, а в чулках, ну... Загорелая квартира и все. Ну, как получится. Как получится. Вот еще одна новость пришла о том, что Эйвелин Ли в Амяге, залотделом налогово-таможенного департамента, рассказала о том, что люди, у которых есть вклады в иностранных банках, теперь должны сами декларировать собственные доходы. То есть, если наши банки сами считают это, то там еще нужно самому себя, простите, закладывать. Государство, Владислав, прокомментируйте как-нибудь, как банкир. Я, к сожалению, уже несколько лет как банк не работаю. Ну, тем не менее. Поэтому не знаю вот этих подробностей, но могу точно сказать, что все направлено на то, что финансовая система была максимально прозрачная, и все финансовые институты имели возможность контролировать благосостояние. Я позволю себе добавить, я абсолютно убежден, что буквально в течение 1-2 лет будет полностью в Европейском Союзе создана система информирования. То есть, понимаете, так сказать, что где-то я в Голландии положил, и Эстония будет известно, в Европейском Союзе создается абсолютно прозрачная, и это одна из задач, прозрачная система информирования. И поэтому это, ну, какой-то может быть момент, когда можно что-то спрятать. А потом все равно придут и еще добавят. Да, да. Пока все максимально не постараются вывести из формата теневой экономики, то будут разные-разные, скажем таки, ставить регулятивные установки в финансовом секторе. Тут это неизбежно. И, в общем-то, любой банкир, любой человек, связанный с кредитно-финансовой и вообще с финансовой системой, понимает, насколько сейчас эти процессы стали актуальными, потому что увеличиваются издержки на бэк-офис, на административный бюрократический аппарат и так далее. Все это в связи с тем, что рынок хотят регулировать таким образом, чтобы было все по всем известное, понятно. Мне недавно довелось беседовать с одним товарищем из Швейцарии. И он, так сказать, так говорит, вот когда-то швейцарский банк – это был могила. Значит, что пришло, от кого пришло. Все это, так сказать, было. Поэтому, кстати, до сих пор там лежат сомнительные деньги, которые пришли из Германии во время войны и так далее. Сейчас все это создает система регуляции и полной прозрачности. – Хорошо, это ли плохо? – Для кого? Для банкиров? Банкиры плачутся. – Да. – Они говорят, ой, какой кошмар, зачем мне теперь нужен банк? – Действительно. – Как же сложно работать. – Надо заниматься чем-то другим. – Ведь одна из причин, почему в последнее время, в последние, скажем, 2-3 года, вдруг такой взрыв интереса к криптовалютам. Потому что казалось, что это полностью, так сказать, скрытая информация. А сейчас регуляции создаются, и в ближайшее время они будут. То есть это там точно так же должно будет быть прозрачно, как в существующей системе. Программу поддерживает БС-кредит Ели. Кстати, вот, давайте тогда отречемся на криптовалюту. – Покупать или не покупать? – Я не хочу никаких советов давать. – Вот, я должен вам сказать, ни один серьезный экономист вот на такой вопрос «покупать или не покупать» не ответит. – Особенно в эфире. – Это вы спрашиваете у мужа, или, так сказать, я спрашиваю у жены. Вот, ни один серьезный экономист, он может сказать о тенденциях. Но, так сказать, сказать вам «покупать или нет» – это… – А о тенденциях расскажете? – Ну, вот, тенденции. Тенденции вот о чем? Вот сейчас только что было сказано. Мы несколько, не так давно имели банковские проценты и 6, и 8 процентов. А сегодня, понимаете, так сказать, на минусе даже. – Да, да. – Вот. Понимаете? Поэтому говорить о тенденциях – это вот здесь появляется связка. Если реальная экономика растет, если она диверсифицируется, то есть разные направления, если становится более удобная финансовая среда, то тогда, так сказать, вкладывать в эту систему, то есть в эту систему имеет смысл. Потому что сама система надежна и гарантирована. А если спекулятивный капитал, если чисто ростовщический, тут надо подумать. Все мы знаем, что сейчас это очень популярная тема, особенно среди молодых предпринимателей, когда делается какой-то проект, стартап, под него находится финансирование. И оказывается, что наша страна вышла на первое место в мире по числу стартапов на душу населения. И общий объем привлеченных эстонскими стартапами инвестиций 2006 года составил 267 миллионов евро. Это почти 100 миллионов из которых в 2015 году были привлечены. То есть, как вы считаете, будущее за стартапами или это очередной мыльный пузырь, который, в общем, ничего нам не принесет? Это ни в коем случае не мыльный пузырь. Это на самом деле, и я абсолютно убежден, что стартапы – это неотъемлемая часть современного развития экономики. Стартап может себе позволить, стартапе позволить попытаться продвинуть некую новую технологическую идею, новый метод обращения с клиентами. То есть, новые инновации на стартапах, в стартапах – это область, которая на самом деле нужна большой экономике. Ведь, вы знаете, очень интересно, вот когда-то, скажем, когда начинались предприятия Форда, всё абсолютно делалось на одном предприятии. А потом, что произошло? Сейчас, скажем, любое производство автомобилей обслуживает, вы знаете, я сам удивился, не менее тысячи контрагентов, то есть, не менее тысячи компаний, маленьких, больших, которые делают. И поэтому сейчас, когда говорят, ой, слушай, скажем, вот эта машина японская, мне всегда смешно, потому что, если посмотреть, из чего она состоит, то там, так сказать, и российская, и вьетнамская, и какое угодно. Так вот, стартапы – это, по существу, я бы сказал так, разведчики. Разведчики будущего. Разведчики-испытатели. Разведчики-испытатели. Поэтому, я думаю, вот показатель, который вы привели по Эстонии, это один из тех, на мой взгляд, приятных показателей за последнее время по развитию эстонской экономики. Из этих разведчиков процентов 80, насколько я знаю, не переживаю первый год. Если к вам придет стартап за финансирование, как будете финансировать, вообще банковская система будет финансировать стартапы или их участь всегда искать и рисковых инвесторов, которые готовы рискнуть своим капиталом? Ну, смотрите, тут есть такое понятие, как венчурное финансирование. Я не являюсь венчурным инвестором, поэтому я финансировать стартапы, скорее всего, не буду. Скорее всего. Хотя, опять же, я их поддержу. Морально мы с вами денег не дадим. Не, ну, для этого есть, опять же, венчурные фонды, венчурный капитал, совершенно верно, которые занимаются как раз вложением денег в те или иные новые направления, инновации, проекты и так далее. И это их, скажем, вотчина. Знаете, где самый большой венчурный капитал и где больше всего поддерживается? Германия. А смысл, я никогда этого не понимала, смысл поддерживать стартапы, если большая часть из них, подавляющая большинство из них, все равно не пережитый первый год? Ну, потом 10 финансировали, 1-2 заработали, эти 1-2 они развили и продали. Это тоже бизнес. Это, причем, большой бизнес. Это гигантский бизнес. Сейчас какая-то новая технология, может быть, имеет свою стоимость, не знаю, 100 тысяч евро, потом она будет стоить 10 миллионов. Вы знаете, я приведу такой пример. Вот появляется новое лекарство. Как вы думаете, сколько лекарств было создано, опробовано до того, как лекарство было лицензировано и вошло в аптечную сеть? Как вы думаете? Вот назовите любую цифру. Около тысячи. Около тысячи. Чтобы появилось лекарство, которое вошло, так сказать, в аптечную сеть. Стартапы, если, я могу сказать, если 20% стартапов дадут те идеи, те разработки, которые войдут в большую промышленность, то это покроет все издержки. Это у нас оптимистическая нота. Я вот последний вопрос задам, такой несколько добавлю. Соли. Четверть населения Эстонии выехало в более богатые страны ЕС и шлют деньги родственникам оттуда. Как это согласуется с тем оптимизмом, о котором мы сейчас говорили? Вообще, что вы думаете по этому поводу? Какие, я хотела спросить, богатые страны именно? В новости не было указано. А вот куда у нас обычно едут? В Лондон у нас обычно едут, в Германию, в Скандинавию многие у нас едут. У нас же все строители, квалифицированные в Швеции, работают и в Финляндии, и в Норвегии. Есть кто уезжает, есть кто приезжает. К сожалению, в последнее время, в последний год тенденция была отчасти к тому, что люди пытались найти для себя возможности большего заработка за рубежом. Это вообще нормально или это катастрофа? Вы знаете, мы на ваш вопрос ведь ответили вначале. Когда мы сказали о том, что у нас произошла деиндустриализация, когда у нас оказалось, что квалифицированная рабочая сила не может найти применение, а жить надо, а детей кормить надо, тогда человек... Вы знаете, когда-то у нас была большая барахолка в Мустамяе, даже сейчас помню... КДК рынок. Да, абсолютно точно. КДК рынок. Вы знаете, я когда-то попросил студентов моих выяснить, кто торгует там. Вы не поверите, я был просто... Более 80% это были люди с высшим образованием, это инженеры были, это были технологи, это агрономы были. То есть, вот само изменение экономики выбросило этих людей на улицу. И часть из них таким образом шла, так сказать, часть уезжала. Вы знаете, у меня есть пиатели в Финляндии и в Швеции, они рассказывают, что были годы, когда они смеялись, что у них на сборе клубники было три инженера, два врача и, в общем, и три педагога. Вот так сказать, поэтому и ехали. Так вот, если мы восстанавливаем экономику, если мы ее модернизируем, если мы создаем новые и восстанавливаем старые рабочие места, тогда будут ехать к нам, а не от нас. Спасибо большое. На этой оптимистической ноте мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю вас за участие и надеюсь увидеться с вами не один раз. Спасибо, дорогие телезрители. Я напоминаю, что сегодняшняя программа записывалась в ресторане Live и надеемся увидеться с вами в эфире. Всего доброго. Он не предсказывает. Он прогнозирует возможные изменения или отсутствие. Это Барометр.